В Новом Уренгое в пожаре пострадали дети. ЧП произошло вчера вечером. Возгорание случилось в квартире многоэтажного жилого дома на проспекте Ленинградский. Четырехлетние близнецы, отравившиеся угарным газом, находятся в реанимации. Для соседей и очевидцев трагическое событие стало поводом еще раз напомнить собственным детям о правилах поведения в экстренной ситуации. Продолжение темы далее. О боже, что там происходит, господи, Россию сохрани. Сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме по Ленинградскому проспекту спасатели получили в 18.02. Через 4 минуты они уже были на месте. О том, что в помещении находятся дети, не знали. Четырехлетних малышей, которые были без сознания, пожарные обнаружили, когда вскрыли квартиру. Родителей на момент возгорания дома не было. На четвертом этаже были обнаружены пострадавшие. Сначала один пострадавший ребенок незамедлительно передан в скорую помощь, в карету скорой помощи. И сразу же второй ребенок также передан в карету скорой помощи. Через буквально 19 минут пожар был локализован и в 18.54 полная ликвидация пожара произошла. В тушении пожара задействовали 9 человек личного состава и специальную технику. По словам спасателей, возгорание началось в спальне. Заслышав ОЧП, рядом с домом собрались соседи и очевидцы. Смотрю, люди бегут. Думаю, что же случилось. Я бегом тоже оделась и выбежала на улицу, потому что думаю, мало ли что, мало ли какая-то ситуация. Смотрела документы и тоже выбежала на улицу. Потому что увидела газовую службу машины, скорые помощи, смотрю и пожарные машины. Как бы все равно, знаете, еще к нашему дому едут, мало ли, не дай бог взрыв какой-то, не дай бог что, это же пострадает весь дом. И вот я выбежала, смотрю, горит квартира на четвертом этаже, там прямо пламя было. И вот сотрудники пожарной охраны там начали готовить машины к тушению. И вот это все я наблюдала. Конечно, со стороны было очень жутко. Избежать паники во время пожара очень сложно, особенно детям. Девятилетняя дочь Галины Гладких была дома одна, когда по соседству начался пожар. Как только во всем подъезде выключили свет, она сразу позвонила маме. А когда постучали в дверь для эвакуации, девочка не открыла. Побоялась впустить незнакомых людей. Сегодня Галина снова и снова рассказывает дочери о том, как вести себя во время подобного происшествия. Вчера вечером она мне уже рассказала о том, что когда погас свет, она слышала, как стучали в дверь. Ну вот побоялась открыть. Не знала о том, что это пожарные. И оказывается, это проводилась эвакуация. И вот вечером мы уже по-другому давай беседовать. Ну что я ей объясняла, говорю, если там вдруг почувствовала, что чем-то там гарью пахнет, тогда уже надо слушать, что там за дверью происходит и уже как-то действовать. И нам обязательно звонить нам, чтобы мы могли что-то предпринять. Пожарные советуют написать на бумаге номера 01 или 101 и повесить на самое видное место, чтобы дети знали телефоны спасателей и позвонили в случае непредвиденных ситуаций. Просьба к вам непосредственно пожарная охрана обращается, чтобы не оставляли детей одних в помещении, особенно маленьких. Постарайтесь где-то держать ключи от квартиры, если вы их оставляете, где-то в записной книжке или желательно на открытой местной. Сейчас четырехлетние малыши, пострадавшие во время пожара, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Что стало причиной трагедии, предстоит установить дознавателям. Алена Ядни, Владислав Еремин, служба новостей «Импульс». Продолжение следует...